Телячьи котлеты два двадцать пять, филе два двадцать пять, водка однако... Тогда так, дайте нам сосиски, вот эти вот, за рубль двадцать, бутылку водки и... Чем будете закусывать? Икры свежей, семги, растягайчиков, устрицы. Не надо, а чем у вас огурцы соленые? Пидак. Хорошо, дай два. Ай, Коля, Николаша, Коль, спасибо, что ты меня привел в этот ресторан. Коль, я тебя еще сильнее люблю, почти как новые колготки без дырочек. Коль, ты для меня теперь самый сильный силач, богатый богач и красивый красотчик. А твоя шевелюра вокруг лысины. Это просто женская мечта. Так этот ресторан... Коль, ты в этом ресторане станешь красивым мужиком, после вон той пальмы. Ой, это не пальма, это ресторанная певица Мадонна, которая поет мою любимую песню. Мадам Борошкина. Десятый раз уже орет, аппетит нагоняет. Коль, я боюсь есть этих птиц-крабов. Страшные они? Я уже 60 штук сожрала. А дальше боюсь. Коль, а пойдем с этого ресторана, уже поели, поспим, завтра у нас свадьба. Ты не забыл, любимый Коля, после литра алкоголя? Коль, ты как не пожадничай. Официанту дай на чай стакан на полтора, ладно? Коль, а дай я посмотрю, сколько мы тут посидели. Задай мне счет, я так посмотрю, тебе отдам. Коль, ну дай, Коль. Вот, смотри. Так, значит, значит так. Значит, 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 это что? Ананасов чуть, котлет чуть, водки чуть, но часто. И кого? О, 297 долларов. О, нормально, дизайн. Че, Коль, у тебя столько нету? Да ты шутишь, любимый дурак, ушастый чувак, кудрявый лысак. Скажи, шучу. Че, Коль, ты думал, тут цены в рублях, а баксов нету? Коль, да ты проверь себе свои денежные места. Чулки, бюстгальтер. Ты думал, на ресторан хватит твоих трехсот рублей? Ух ты, че, таких денег в Москве даже не хватит, чтобы милиционера обматерить. А че ж нам теперь делать-то, Коль? Сиди, думай. Че, не знаю. Как торт есть с соседнего столика метр на метр за секунду знал? Че? Это был инстинкт? У птиц нет инстинктов, дятел. Ты хоть не доедай горох, он помешает думать тому месту, о котором ты все время думаешь. Смотри, а ты там-то нас косится. Ммм, как косуля. Сейчас он точно нас замочит, как памперс. Блянь, мурло свое к нам повернул. Коля, люди с такими мурлами за копейку зацелуют насмерть. Прошусь, я титан просто нам набьет морду твою. А мне нельзя синяком быть, у меня же сын. Ой, Коля, че ты так удивился, как путану субботнику? Да, миллионок, у меня сын, мальчик. И девочка, школьники, все четверо. Коля, я тебе не врала. Я честно обманывала, что после свадьбы сделать тебе сюрприз-инфаркт. Ты же сам говорил, что ты детей любишь, как семечки. И вот мои дети черненькие, как семечки, им отец нужен, мужик, чтобы любил. Что? Ты только своих трюк любишь? Ах ты, папа Карла многодетный. Настрадал детей, сиди дома, шлифуй. Приперся он в ресторан без бабок, бабах ты из дуба. Сейчас, авиацан, тебе быстро мозги вправь в копчик. Ой, сиди думай, что делать-то? Мне прям от тебя тошнит, как Березовского от денег. Ну и что, что я говорила, что в моем вкусе? Просто ты похож на огурец, а я их люблю. А у вас мужиков всегда один вкус, как у лука. От вас вечные слезы. Коль, а может ты скажешь, авиацанту деньги отдам завтра, через год? А что, он тебе поверил? Я же тебе поверила, что ты начальник Чукотки. В туфлях полуженских, ответы на босу ногу, из кожи крокодила по кличке Германтин. Коля, ну сиди думай, ну что? Что ты сидишь, рожи корчишь? Что? Это ты так в туалет ходишь? Сейчас ты, Коля, в туалет сходишь, на полгода вперед. Он официант идет, кулаки несет. Ой, страшный этот официант, как телепузик в похмелье. Я его прям так боюсь, я с глаза закрою, Коля. Ой, мимо прошел, пронесло. Что, Коль, тебя тоже что-то не пронесло? Коля, ну сиди думай, что делать-то? Ну, Коля, ну ты же говорил, что ты умный, что тебя восемь раз оставляли в эсперантуре по ТУ. Ну что, надумал, мозг ушастый? Что, сбежать? Да как ты повяжешь, на свой живот вон наступишь. Господи, как ты мне еще решил предложить свой суповой набор, руку и сердце? Сейчас тебе руку сразу сломай, сразу обе. Вон, смотри, официант здоровяк такой. По статуе свободы в телогрейке. В башке одно, бить или убить. Ой, ну сиди думай своим сидячим местом. Как говорится, одна голова хорошо, а две половинки лучше. Ну, надумал? Ну, Коля, глянь, он идет сюда. Что, Коль, это нам конец на букупе. Плохой, да? Коля, твои самые глубокие мысли с глубокого места. Коля, я прям не могу. Ну, салат-то с очков вытри. Да не языком, платком вытри. Ну, что ты плачешь-то носом? Что, хочешь в деревню к жене? Так ты женатый, не местный? Ты чего ж ты мне врал, что с твоего окна площадь красная видна? Что? Она видна, когда нет уральских гор? Сейчас ты, Коля, свой Урал с облаков увидишь. Вон официант идет. А, смотри на него, смотри. Коль, ну что здесь сидеть и ждать в море по морде, а? Да, не думала, что я сгину молодухой в такой забегалке в 50 лет. Давай хоть вино напьем. Давай вино напьем хоть на шару. Давай, наливай. Ой, Коля, глянь, вине две мухи плавают, молодожены. Молодожены, потому что клиплись. А ну, Коля, погоди. Погоди, Коля, давай пока мухи пьяные, их разлепим, одну к тебе в горох зарою. Смотри, не ешь. Другую мне в салат. Коля, я знаю, что я делаю. Ну-ка быстро сделай морду колодкой и молчи, как рыба об лед. Офиган, можно вас поиметь? Ну, на целый час здесь сидим, вы все мимо бегаете. Что это за бардак у вас такой в ресторане? Нас кормят мухами. Мой муж по столу, так сказать, всеми покылаемый человек. А в его тарелке свежая могила женщины-мухи. Да завтра эту гадость все телекомпания мира покажет. Будет скандал в уральском посольстве. Да ваша забегала, куда же коты шелудивые. И те не будут заходить. Что? Надо скандала? А, сейчас я вам устрою. Такой скандал? Что? Мы можем не платить за ужин? Что, что, что? Вы нам дарите ящик прекрасного просраченного шампанского? Ну, хорошо. Хорошо. Мы на первый раз вас прощаем. Да. Отнесите шампанское в машину. Да. 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 Пойдемте, Николай Иванович, в другой ресторан. Коль, мух не забудь прихватить.